Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа. Как заявляет его адвокат Сергей Слесарев, он отказался от сотрудничества со следствием и разговаривать будет только со своим официальным представителем. О ночных митингах, возвращении оппозиционеров и мнениях бывших соратников Атамбаева в материале Улпан Бегалиной. Эта фотография Алмазбека Атамбаева в анфас и в профиль из СИЗО гуляет по всему интернету. Судя по снимку, выглядит экс-президент довольным. Как передает агентство 24КГ со ссылкой на адвоката Атамбаева, ему предъявлено обвинение в коррупции и в незаконном освобождении криминального преступника Азиза Батукаева. По словам правозащитника, бывший президент отказался подписывать какие-либо следственные документы, а спецоперацию комитетчиков по его задержанию адвокат назвал незаконной. Обвинение необоснованное. Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили. Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность. Уже после задержания экс-президента в Бишкеке прошли беспорядки, которые устроили сторонники Атамбаева. Полиция задержала 40 человек. Еще порядка 50 пострадали. Вполне неожиданным стало заявление Розы Атамбаевой, или, как ее еще называют, президент переходного периода Кыргызстана. По ее словам, в произошедших столкновениях был виноват сам Атамбаев. Я считаю, что он виноват в первую очередь, потому что он не подчиняется закону. Он видит траекторию пути, куда приводит его конец сегодняшнее. Это не одно дело. 5, 6, 7 таких дел на нем сегодня висят. Все обоснованы. Почему до сих пор спекулируют, что в какой-то этаж нельзя было вообще спецназу заходить. Между тем, владельцы торговых точек, расположенных в центре Бишкека, создали собственные группы охраны, чтобы не допустить мародерства. Предприниматели намерены дежурить круглосуточно. К сожалению, они уже имеют печальный опыт после двух революций в 2005 и 2010 годах. При этом кыргызские эксперты сообщают, что ситуация в стране спокойная. По мнению политологов, страна прошла серьезный экзамен на зрелость. Большая часть нашего общества проявила единство. И единство не с какой-то политической фигурой, а проявила единство и объединилась вокруг государства. Это можно было увидеть и в социальных сетях, и по разговорам в обществе. Все говорили о том, что нам нужна стабильность, нам нужно сохранить государственность. Сохранить стабильность и государственность Кыргызстан может в случае, если власть придет к компромиссному знаменателю. Как считают эксперты, третья революция сильно пошатнет социально-экономическое положение страны. В данном случае все зависит от того, что будет после 26 августа. Сторонники Атамбаева могут вновь выйти на акции протеста. Либо он и действующий президент Суаромба Жембеков придут к общему решению. Также многое будет зависеть и от зарубежного мнения. Пока также непонятна ситуация и с возвращением оппозиционера Умурбека Бабанова. К слову, как говорится, кот из дома – мыши в пляс. Экс-президента фракции Республика Атажур Тумурбека Бабанова, которого обвинили в госперевороте, на исторической родине встречали с аплодисментами и цветами. Более того, Бабанов даже похвастался, что таможенный контроль прошел спокойно. И никто его не досматривал. По последним данным, в МВД Кыргызстана сегодня вызвали на допрос сына Алмазбека Атамбаева. Пожалуй, его арест можно назвать беспрецедентным случаем. Ранее ни одного из бывших руководителей постсоветских стран еще не задерживали. Алмазбек Атамбаев был четвертым президентом независимого Кыргызстана и занимал пост семь лет. И данный кадр-видео в достаточной мере показывает, что значило для него президентство. И там у меня есть все фейты, яшечки, президентский символ. Ладно, бар измотитетка, берешь. Улпам Бегально, Виктор Джигерис, телеканал Атамикен Бизнес.